всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия нашла у себя в шкафу вот такой моточек белой пряжи решила связать такие домашние уютные красивые носочки это пряжа картопу мерина вол стопроцентная шерсть 100 грамм в этом мотке и 170 метров вы знаете хотелось бы связать такие носочки в которых хочется полежать на диване посмотреть телевизор укутаться в плед и вот чтобы это было так красиво уютно по-домашнему то есть какая-то износа стойкость для таких носочков не требуется поэтому я беру стопроцентную шерсть и полагаюсь на то что все-таки какое-то время они мне послужат производители рекомендуют спицы 5 или 6 миллиметров я беру пятерку и начинаем вязать беру крючок побольше и набираю такие петли тоже большого размера то есть вот первая петля 1 2 3 4 5 6 7 8 8 петелек не надо еще парочку на всякий случай вот такая нам понадобится косичка для того чтобы сделать сейчас открытый набор теперь смотрите вот с этой стороны с одной стороны мы видим косичку другой стороны бугорки подцепляем эти бугорки на спицу всего 8 штук должно быть 3 4 5 6 7 8 и провязываем первый ряд нам нужны открытые петли для того чтобы сделать аккуратный мысочек так два три так 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 три сейчас подождите мне тут какие-то нитки по вылезали 3 4 5 6 7 8 все 8 петелек у меня на спице теперь делю по 4 петли передвигаю на леску и вытаскиваю вот здесь вот петлю из лески то есть я буду вязать мы этот методом мэджи клуб да не на четырех спицах то есть если вы предпочитаете вязание на четырех спицах пожалуйста вяжите так как вы любите и так поехали вот у нас спица здесь так смотрите чтобы главное у вас не перекрутилась тут ничего достаю рабочую спицу хвостик подтягиваю и начинаю вязать 1 так 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 хвостик тут главное не потерять первая петля 2 3 4 все один одну сторону провязали разворачиваем вязание здесь мы передвигаем спицу в петли которые будем вязать и вытаскиваем спицу который только что на которую только что вязали провязываем со второй стороны 4 петли и что это у нас 3 где 4 вот она 4 так почему-то она у меня выскочила простите я ее сейчас поэтому видите все рыхлое такое начало так и четвертая петля все вот провязали пока абсолютно ничего не понятно тем более тут еще какие-то левые красные нитки все начинаем вязать следующий ряд из-за следующего ряда мы делаем прибавки снова повернули вязание вытащили спицу туда куда необходимо завели в те петли которые только что сейчас завели в те петли которые будем провязывать и достали с обеих сторон у нас вот такие вот петельки вязать будет удобно это у нас так сказать настроечные ряды поэтому немножко тут все хлипенько и так я поднимаю петлю предыдущего ряда то есть одну петельку первую я провязала из петли предыдущего ряда провязываю прибавку дальше вяжу две петли лицевыми и из петли предыдущего ряда вот этой крайней петли провязываю прибавку и вот так все смотрите на спицах у нас уже 6 петель поворачиваю на вторую сторону перетягиваю спицы и точно так же первую петлю провязали из петли предыдущего ряда сделали прибавку две петли провязали лицевыми из петли предыдущего ряда последние петельки сделали прибавку провязали последнюю петельку в этом на этой стороне все здесь тоже 6 петель и теперь мы вяжем мысок до того момента пока у нас не наберется необходимое количество петелек которая нам подойдет для нашего размера носочка снова смотрите первую петлю провязали из петли предыдущего ряда делаю прибавку провязываю здесь уже будет 4 петельки так осталась одна петля из петли предыдущего ряда прибавка последнюю петельку провязали с этой стороны тоже самое и так в каждом ряду прибавляем из крайних петель по по одной петле так сейчас я давайте сделаю еще несколько прибавок вернусь к вам я думаю принцип вам понятен то есть делаем прибавки до тех пор пока у нас не достигнем того количества петель который нам необходимо по размеру нашего носочка смотрите вот такой мысок у вас должен получаться вот тут такая кастичка красиво идет с этой стороны тоже и теперь я предлагаю распустить эту бросовую ниточку и заделать открытые вот эти наши петли так надо найти тот край который будет распускаться иголку нитку вдеваем в иголку вот она первая петля дальше распускаем тут смотрите чтобы они у вас не выпрыгнули сначала поднимаете петлю потом потом ниточку убирайте так 34 так вот я проделать сюда хвостик дальше 5 6 7 и 8 вот она 8 все смотрите у нас с вами все петли на собраны да вот вот в такой вот пучок видите я их затянула и сейчас пройдусь по всем петелькам еще раз по кругу вот так и уведу этот хвостик на изнаночную сторону там спрячу вот получилось у нас вот такой кусочек все продолжаем набирать петли до того момента когда вам их будут достаточно у меня сейчас 20 петель то есть сейчас мы продолжаем вязать длину носочка вот этой самой стопы до пятки то есть когда нам надо будет вывязывать пятку мы с вами встречаемся то есть сейчас пока никаких ни убавок ни прибавок не нужно просто вяжем по кругу сам носочек если есть желание можете сюда включить какие-то узоры кожуры косы араны я наверно буду делать косу ну покажу наверное еще вам потом включусь покажу как я распределила свою косу итак давайте разберемся с косами то есть у меня на спицах 20 петель на одной спице 20 петель на другой то есть как бы с двух сторон у меня по 20 петель я сюда включила две косы самые простые чтобы не заморачиваться то есть смотрите по своему количеству петель что у вас здесь впишется и так крайние петельки я провязываю лицевыми потом с двух сторон у меня идут по 2 изнаночные петли по 6 петель каждая коса и в серединке две петли изнаночных то есть вот такими изнаночными дорожками будут у нас у меня разделены косы да и перекрыть перехлёст и в косах я делаю в каждом шестом ряду то есть вот я провязала после того как связала мысочек 6 рядов круговых и на этой стороне сделали сделала перехлёст то есть перехлёст у меня в разные стороны сейчас я то есть в первом ряду следующей шестерке рядов я поставила вот здесь вот маркер и вот он раз два три 4 5 рядов я провязала сейчас я буду делать следующий перехлёст провязываю лицевую провязываю 2 изнаночные и дальше у меня идут 6 петель косы перехлёст у меня будет справа налево то есть мне вот эти передние 3 петли нужно снять и оставить перед работой дальше я провязываю 3 петельки следующие затем поднимаю петли которые у меня на дополнительные спицы провязываю их 1 2 и 3 все коса у меня перекрестилась следующие у меня идут 2 изнаночные петли далее перехлёст будет слева направо значит мне вот эти вот петли первые три петли нужно оставить за работой то есть я снимаю их на дополнительную спицу и оставляю за работой провязываю следующие 3 петли косы возвращаю 3 петли с дополнительной спицы и провязываю их так и у меня остаются в этом ряду 2 изнаночные петли и одна лицевая все ряд провязан вот так у меня будут выглядеть косы в принципе можно через 8 рядов делать тогда они не будут такими жесткими так скажем будут будут немножко послабее вот и все что необходимо было вам показать час в следующем ряду провяжу когда вот эти петельки перевешу market чтобы следующие 6 рядов мне было легче отсчитать и не пересчитывать все самого начала все вяжем до пятки и так довязываем до того места где у нас должна начинаться пятка и я вывязываю здесь пятку бумеранг то есть вот она видите будет вот такая пяточка вот этого места мы довязали переходим на вязание вот этого места то есть тут у нас косы да это у нас вверх стопы а здесь будет пятка то есть делим петли пятки на три части например у меня 20 петель на три части ровно не делится первое ровное число у нас будет 6 лишние хвостики определяем на серединку то есть по краям будет 6 петелек в серединке 8 до 6 до 6 12 всего получается 20 пятку вяжем укороченными поворотными рядами формируя на тех петлях которые у нас выделены на крайние стороны немецкие разворотные петли вот как только у вас вот этих вот немецких разворотных петель получилось то количество которое вы посчитали по расчету мы их закрываем то есть вот таким образом я провязываю эти петельки чтобы здесь все было как лицевые петли вот видите все красиво смотрится то есть сейчас я провяжу до этого края развернусь в изнаночном ряду закрою вот эти разворотные немецкие петли и начну формировать вторую сторону пятки то есть сейчас у меня пятка получается вот видите сейчас я леску если протяну вот она получилось да я вижу от одного края останавливаюсь в крайней петле от этого края делаю немецкую разворотную петлю провязываю в эту сторону в крайней разворачивать то есть оставляю здесь столько петель сколько необходимо нам оставить разворотную петлю сделала переворачиваю вязание вижу в эту сторону прохожу разворотную петлю провязываю ее и в следующей петле делаю разворот и таким образом продвигаясь все дальше и дальше краю нашего ряда все вот таким образом формируется пятка я согласна что объяснила все по-быстрому и возможно вы чего-то можете не знать поэтому я вас приглашаю на свой курс носки от а до я там вы научитесь вязать не только пятку бумеранг но и много других классическую пятку например пятку помидорка и так далее ссылочку на курс я оставлю в описании обязательно пройдите посмотрите если вы пройдете этот курс у вас не будет никогда проблем с вязанием носочком вы научитесь вязать носки любой сложности любого формата любого дизайна поэтому переходите по ссылке я жду вас на курсе все я продолжаю вязать а дальше свою пятку в общем должно получиться у вас вот такая вот пяточка при вязании пятки бумеранг а здесь не обязательно было вывязывать клин подъема стопы но вот тут вот я набираю обычно пару петелек для того чтобы не получились какие-то дырочки чтобы все закрылось красиво и вот эти пару петель потом в следующих рядах я закрываю то есть у меня одинаковое количество петель на стопе и то же количество петель здесь на по голенке все после того как вывязана будет пятка продолжаю вязать по кругу вы можете переходить на вязание резинки вот с этого места я продолжаю вязать свой узор ну думаю ведь у меня моточек один я сейчас дойду до того же момента что и вот этот носок до такой же высоты свяжу по голенок и потом перейду на вязание двух носочках вместе я хочу чтобы у меня не осталось совсем ниточек а я закончила вязать носочки на одинаковой высоте и так когда высота ваших носочков поравняется можно будет надеть их на одни спицы с леской и вязать сразу друг за другом оба носочка по методу magic club да смотрите главное когда будете добавлять второй носочек сюда чтобы у вас были ниточки с одной стороны то есть вот видите сейчас я начинаю вязать вот в эту сторону перетягиваю спицу вот одна ниточка вот вторая то есть я провязываю одну сторону одного носочка потом перехожу на второй носочек главное здесь не забывайте перехватывать ниточки в данный момент у меня выходит одна нить из середины клубочка 2 ниточка снаружи в принципе можно было бы начать еще от мыска вязать оба носочка но это удобно когда у вас есть два клубочка то есть надо было бы либо перематывать либо у вас сильно был путалась ниточка вот видите она друг друг за друга зацепляется и между собой скручивается приходится постоянно ее поправлять вот чтобы этого не делать поэтому я сначала вязала по отдельности оба носка а теперь их соединила и вижу оба для того чтобы у меня они закончились на одинаковом расстоянии и были одной высоты в общем таким образом можно извязать весь моточек да то есть остановиться тогда когда у вас закончится ниточка они тогда когда у вас вы переживаете что нитка закончится и вдруг вам что-то где-то не хватит и и связать весь клубок нам позволяет то что мы начали вязать от мысочка и вяжем вверх снизу вверх все пошла довязывать сейчас я вот сделала как раз последний перехлёст а кстати про косы если вы видите у меня здесь перехлёст и через 6 5 через 6 рядов были до дальше я делала через 10 рядов то есть 6 10 6 10 и вот такая вот красивая получается коса сейчас до этого момента как раз вот я вязала косы тут сделала последний перехлёст и вот отсюда наверное уже буду вязать по кругу резинку 2 на 2 то есть когда вы распределяете вот здесь вот резинку свою вот когда после пятки начинаете вязать резинку до распределяйте таким образом чтобы здесь попасть вот в эти вот изнаночные петли и чтобы вам тут все красиво вышло из узора ваша резиночка 2 на 2 у меня как раз тут вот видите вот 2 2 2 2 2 здесь точно также будут 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых вот они средние 2 изнаночные и тут точно так же 2 лицевых 2 изнаночные 2 лицевых тут переходит в 2 изнаночные то есть следите за тем чтобы красиво ваша резинка продолжила ваш узор но все пошла до вижу и покажу что у меня получилось итак носочки мои готовы я уже сделала в этого и высушила их рекомендую сушить на блокираторах тогда носочки у вас будут иметь красивый вид не будут какими-то сморщенными корявыми на блоки на блокираторах они высыхают с красивой такой формой вот такая вот красота у меня получилось здесь можно вот так вот загибать вверх носочка и посмотрите что за чудо что замела там в общем желаю всем чтобы ваши носочки были уютными мягкими теплыми и чтобы у вас не оставалось конечно же никаких лишних клубочков после того как вы свяжете свои носочки то есть у меня не осталось ни единого сантиметра пряжи весь моточек ушел в работу то есть я остановилась как раз по центру этого моточка разрезала ниточку пополам и заправила хвостики после того как закрыла петельки все красиво получилось и тот способ которым мы с вами начинали то есть способ вязания от мыска наверх он единственный дает такую возможность связать носочки чтобы не оставалось оставался какой-то остаток от ниточек но у меня на этом все я надеюсь что этот урок был для вас полезен и интересен всех кто хочет научиться профессионально вязать носочки жду вас на курсе ссылочка внизу под этим видео всем приятных рукодельных вечеров с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока